Итак, сегодня урок будет посвящен известной и очень растущей группе товаров. Это материалы для графики. Группа товаров мной очень любимая как продавцом, как художником. Группа очень древняя, первая, к которой обратился человек в своем художественном творчестве. Выглядела сначала графическая техника в виде скалы, на которой рисовали мелком, примерно таким. Состоял он из глины, в которую могли добавить клей или там естественные были клея. И она была спрессована и водили по поверхности. С тех пор это самая простая, доступная техника, начиная от детей. Это важно, потому что они как только получают первые социальные навыки, вообще что-то в руки брать, вложить и показывать, они уже могут работать мелком. А также взрослым, которые рисуют и хотят как-то выразить себя эмоционально, материалы графические помогают быстро выразить именно эмоцию. Именно благодаря этим качествам, эта древняя группа прошла через все техники, все, не знаю, социальные катаклизмы и осталась востребована. Кроме эмоционального и простоты, еще это обучение. Группа, все материалы очень легко корректируются с помощью ластика. Они легкие, то есть мы можем все это быстро сложить в маленький пенал и носить с собой. Вот, но все это, конечно, понятные, чудесные качества, но непонятно, почему группа так выросла. На самом деле ответ очень простой, то есть группа была всегда на втором-третьем плане, считалась второстепенной против живописи, потому что она плохо, ну, изделия, которые были нарисованы в этой технике, очень плохо хранились. Вот, и сейчас, когда появились цифровые технологии, нету проблемы с тем, чтобы сохранить работу, то есть она быстро делается, она занимает мало места, при этом вы ее отсканировали, и она хранится. И самое главное, она очень фотогенична, то есть все рисунки, которые сделаны на бумаге любыми графическими материалами, акварелью, линерами, пастелью сухой, масляной, они все очень фотогеничны. На самом деле сфотографировать блестящее со всех сторон масло крайне сложно, а графика всегда сканируется и всегда смотрится, в общем-то, лучше даже, чем в оригинале. Вот, так вот, вот эта растущая популярность графических материалов, она нам дала и рост популярности скетчбуков, вот, популярность вообще и такой, в общем-то, фетишизм, фетиш определенный в ластиках, вот, это все веяния одного и того же процесса, следы одного и того же процесса. Вот, пока я рассказываю, я рисую глаз вот этой губкой карандашей, которые лежат справа от меня. Значит, еще сегодня у меня лежит вот это, восковые, восково-масляные карандаши, цветные карандаши, акварельные и графитные. Сейчас это в нашем рынке выглядит так, вот это несколько групп карандашей и две группы пастели, сухая и масляная. Я бы, ну, здесь сделала бы рынку, если это возможно, замечание, потому что в данном случае рынок немножко, ну, мне кажется, не соответствует уже ожиданиям потребителя и требует некоторой, ну, в общем-то, коррекции в отношении к товарным группам. Вот, чем это связано? На самом деле, у нас не так много групп, а у нас всего две большие группы. Это сухие материалы, которые вот как сухая пастель, и восково-масляные. И смешивать их и в прямом, и в переносном смысле, ну, нежелательно. То есть, что значит не смешивать в прямом смысле? Вот сейчас я рисую глаз. И я рисую поверх, там, где мне надо, углубляю тон, добавляю разные цвета, и у меня нету никакого противоречия между продуктами. Они все накладываются друг на друга, и получается, в общем-то, ну, такой, ну, графический сюжет, да? Вот видите, поверх он все сделала, и никаких проблем. И беру все время карандаши с этой группы. Теперь беру вот отсюда угольный карандаш. И здесь у меня был угольный карандаш. И вот это не похоже, и подписано не похоже. И этот у меня рисуют и сверху, и под низ, и поверху можно ложить. А теперь вот этим я рисую бровь. Вот такая бровь. И теперь сухим карандашом, ну, пастельный сухой карандаш, я закрашиваю это изображение. Красным, можно белым. И оно закрашивается, да? А теперь смотрите, что происходит с бровью. Вот. Это то, как мы продаем. Мы продаем какой-то угольный карандаш, сухой и масляной пастели, как бы один и тот же. Или, например, мы продаем графитный карандаш. Чаще всего вот эта бровь, давайте мы ее сделаем графитом. Точно так же сверху попробуем порисовать сухим карандашом. Причем это фабр, да? Ну, достаточно такой мощный карандашик. Что мы имеем? То, что не ложится. То есть ребенок там или взрослый рисует там всякие глаза, нос, рот. Вот. И когда он начинает это все тонировать, то у него получается рисунок вообще не закрашивается никак пастельным материалом. Видите, он всегда проявляется. Вот. Даже графит не закрасит. А теперь мы берем тот же самый графит, такой черный, и берем поверху цветной карандаш. Смотрите, синий. Вот графита уже не видно. То есть сухие материалы и вот эти восковые масляные материалы, они не перемешиваются. И мы имеем две большие группы. Сухие и восково-масляные. И вот восково-масляных у нас и цветные карандаши. И это чудесный скетчинговый продукт, который можно использовать для любых профессиональных работ. Есть более жирные карандаши цветные, которые уже ближе к масляным. Вот. Есть у нас масляные, которые называются. Вот. Это все одно. Вот. В чем проблема для рынка? Вот здесь, например, у нас написано Pit Oil. Вот. А здесь у нас тоже написано. Вот. И все. Только на этих двух. Это просто позиционируется цветной карандаш. Этот пастельный. И в принципе, получается, магазин должен понимать, что пастельный карандаш это обязательно не к масляной пастели. Хотя слово подходит и к масляной, и к сухой. А именно к сухой пастели. Вот так. А восковой, цветной карандаш. Это все вместе. Можно их спокойно перемешивать. Акварельный карандаш. Это то же самое. Тот же цветной, который точно так же не перекрывается. Видите, с сухой пастелью. И точно так же не смешивается. То есть сейчас у нас в рознице, по идее, должны быть две группы. Сухие и масляные должны стоять отдельно. Я вам скажу, такого деления нету ни в прайс-листах практически ни у кого в зарубежных. Ни в магазинах зарубежных. Не знаю почему, но клиенту это надо, а мы не делаем. Вот. Вот такой короткий экскурс.